Интегрированная курортная зона Приморья расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. С момента ее создания прошло пять лет. За это время реализовали не все, что прежде было задумано. Коронавирус внес свои коррективы в туристскую отрасль и в строительную в том числе. Тем не менее, сделано тоже немало, отмечают представители власти и бизнеса. Это фактическое инвестирование и создание объектов нашими инвесторами. Второе – это обязательства, те, которые взяли на себя правительство Приморского края, вице-корпорации развития региона, это создание инфраструктуры инженерной, транспортной, энергетической. И это подключение новых участников проекта. На сегодняшний день проект уже окупился. В его инфраструктуру край вложил 931 миллион рублей. А поступление от налога на игорный бизнес принесли в казну более миллиарда рублей. На сегодня заключено 7 соглашений инвестиционных, общая стоимость, общий миллион инвестиций – 62 миллиарда рублей. Игорной зоной Приморья интересуются как российские инвесторы, так и иностранные. Гонконг, Камбоджа, Корея, Япония. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами из Таиланда и Европы. Мы постоянно уверяем инвесторов, что в ближайшем будущем Владивосток будет совсем другой город. Мы планируем также потратить 100-150 миллионов долларов на жилые объекты. В ближайшие годы хотят создать инфраструктуру для полноценного отдыха не игрового характера. В планах аквапарк, гольф-клуб, площадка для семейного отдыха и большой тропический бассейн с прозрачным куполом. Совсем недавно в бухте Муравьиной открылось казино «Шамбала» – крупнейшего игорного оператора в России. В своей деятельности они опираются на опыт Лас-Фегаса. Мы, как компания «Нао Шамбала», инвестировали 420 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. Мы единственные русские инвесторы, которые это сделали. И есть предложение остальным инвесторам тоже пойти этим путем, инвестировать суммы пропорционально своим участкам. Всего на территории горной зоны планируют открыть 12 развлекательных комплексов с отелями и казино, что позволит увеличить и количество рабочих мест. На данный момент там трудятся более полутора тысяч человек. В перспективе этот показатель хотят поднять до 20 тысяч. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok